Родители Завьяловских школьников на встрече с главой района. Тема – реальна ли третья смена в образовательном учреждении. В райцентре оно единственное и переполнено. Вместо восьми сотен учеников уже полторы тысячи. В этом году предполагается, что в нашей Завьяловской школе будет 13 первых классов. Мы до этого момента еще как-то думали, что это будет 8 классов. У нас проблемы с ростом численности учеников. Поговаривают, что собираются вводить третью смену. Мы, конечно, переживаем по поводу этого, потому что это, во-первых, может сказаться на состоянии здоровья, на психоэмоциональном состоянии не только учеников, но и учителей. В районной администрации сегодня заверяют – делают все возможное, чтобы даже при такой нагрузке дети учились в приемлемом режиме. Пересматривают комплектование классов и индивидуально разговаривают с родителями о переводе в городские школы. Мы будем стараться комплектовать классы таким образом, чтобы еще остаться на двухсменном обучении. И вот сейчас идет разговор о примере тех родителей, которые приняли решение для обучения своих детей в школах города Ижевска. Мы всегда этому способствовали. Решить проблему может новая школа. В селе для нее есть и земельный участок, и проект. Во все документы и во все корректировки и актуализации объектов строительства мы Завьяловскую школу вносим. И она у нас в приоритете стоит на 2020 год. Эта проблема обозначена. Поэтому задача сегодня наша совместность с правительством Мурской республики – в эту программу, скажем так, войти. Важно, чтобы в этом году для нас довели бы решение о проектно-изыскательских работах. И очень важно, чтобы в 2020 году мы всерьез говорили уже о строительстве этого объекта. Но вот все будет зависеть от участия нашего диалога, нашего с правительством, правительства с диалогом с федерацией. И договариваться получается. На днях Завьяловский район наконец получил долгожданный объект – новую школу в селе Совхозном. Еще одну строят в Пастоле. В перспективе и школа в самом райцентре. Елена Абуховская, Юрий Егоров. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова